Преемственность И курсы физики в основной школе, несмотря на то, что разрывает нас аж целых 2 года, 5-6 класс. Чтобы у нас с вами было обсуждение не только с точки зрения позиции физики, но и с позиции начальной школы, вебинар сегодня проведет учитель начальных классов в БОУ школу номер 15-27 в городе Москве Литвиновый и Новый Литвин. И ведущий методист по физике и астрономии издательства просвещения Литвиновый Алекс Андреевич. Значит, когда в 7 классе ребята приходят к нам на урок, мы с вами по умолчанию думаем, что дети у нас не знают практически ничего из того, о чем мы с вами будем им рассказывать. Хотя, если раньше у нас в 5 классе был такой профилактический предмет, как природовидение, на котором мы входили постепенно во все науки, естественно, то есть это и физика, и химия, и участие была биология, и география. И сейчас ученики лишены такой возможности, потому что с 5-6 класса у них уже начинается география и биология как отдельные предметы. Поэтому те знания, которые они получили в начальной школе, плавник переходит в 7 класс в курс физики. Значит, сегодня на вебинаре мы с вами обсудим следующие вопросы. Что собой представляет курс естествознания в начальной школе? То есть посмотрим, какие физические знания даются, основы физических знаний даются в начальной школе. Как реализуется начальная физика, астрономическое образование на этапе начального. Приемственность курса естествознания в начальной школе, естественная курс физики. Отображение преемственности в ОМК сферы и ОМК архимии по физике и издательству просвещения. И как грамотно преподать основы астрономических знаний в начальной школе. То есть делимся опытом. Начнем мы с того, что вспомним, что собой представляет комплекс естественно-научных знаний на уроках окружающего мира. Современное начальное образование формирует у младших школьников универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах, обеспечивают способность организации самостоятельных деятельностей. Для достижения общих задач обучения необходимо определение метапредметных знаний и умений. Соблюдение данного условия позволяет формировать образовательное пространство обучающегося, что в свою очередь способствует комплексному изучению окружающего мира. Естественно-познание в начальной школе характеризуется тем, что объектом детского познания является мир реально существующих объектов и явлений природы. Однако возникает проблема. Мир естественной природы рассматривается в аспекте изучения статализированной природы. Еще одно противоречие заключается в том, что в дидактике познание реального мира признается основой, а на деле книга и слово заменяют реальность. Дети с их специфическим мировосприятием оперируют символами и знаками, занимаясь в такой форме якобы познанием реального мира. Другими словами, допускается преподавание без природы, а иногда в методических рекомендациях предлагаются почти полностью вербализированные способы изучения природы. Говоря о значении изучения детьми природы, Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, что дети должны зорко смотреть на изучаемый предмет, замечать его особенности, словом, учиться не только думать, но и созерцать, и прежде даже созерцать, чем думать. Цели естественно-научного образования начальной и основной школы определены Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, представляющим собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования. Основным источником формирования содержания естественно-научного образования является непосредственное естествознание и современный уровень его развития. Приоритетной целью обучения младших школьников является формирование личности ребенка, его психическое и социальное развитие. Содержание естественно-научного компонента начального образования выделяется ряд ведущих содержательных элементов. Это овладение методами познания окружающего мира, работа с моделями, характеристика объектов действительности, связи и зависимости, осознание себя как биологического, психического и социального существа, осознание необходимости здорового образа жизни и безопасности жизни деятельности как в условии благополучного существования человека. Умение и навыки трудовой деятельности, доступный детям сезонный труд в природе, уход за растениями и животными, выращивание растений. Содержание названных компонентов достаточно полно охватывается различными формами школьного и естественно-научного образования, как основными, так и дополнительными. Курс «Окружающий мир» – это прежде всего мировоззренческий курс, который формирует основы мировоззрения ребенка, представляет самые широкие возможности для развития его личности. Изучая данный курс, младшие школьники получат научные знания, у них формируется научный взгляд на окружающий мир. Учащиеся приходят к выводу, что этот мир реально существует, развивается, его можно познать. Единство мира во всех его проявлениях служит той философской основой, которая заставляет говорить о необходимости интегрированных курсов на определенных этапах школьного обучения. В начальных классах учащимся представляется целостная картина мира, раскрываются общие, глобальные взаимосвязи астрономических, географических, биологических, исторических и других знаний в их единстве и взаимопонятностовении. По Занкову познание учащихся характеризуется выраженной дифференциацией, и они получают разбернутый научный материал по отдельным предметам. Действительно, уроки по курсу «Окружающий мир» очень интересны ребенку младшего школьного возраста, так как на них говорят обо всем на свете. Дети воспринимают мир как единое целое, не разделяя его проявления на биологические, химические, физические явления. Интеграция, естественно, научных знаний на первом этапе обучения позволяет сформировать правильное целостное представление о явлениях природы, создает определенную базу для дальнейшего дифференцированного изучения наук о природе. Значит, ну, коллеги, как помните, да, что цель в курсе «Окружающий мир» на учебной школе – это формирование целостной картины мира, сознания и местного человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционального ценностного осмысления ребенком, личного опыта общения с людьми и природой. То есть это такой мировоззренческий курс. На предыдущих вебинарах по физике астрономии мы с вами говорили, что астрономия – это тоже у нас мировоззренческий курс в 11 классе, который охватывает, ну, скажем так, мы финишируем формировать так называемую физическую картину мира. То есть начинаем мы с вами не с 7 класса, когда они приходят на физику формировать физическую картину мира, а уже первые кирпичики мы с вами закладываем еще в курсе «Окружающий мир». Значит, за курс «Окружающий мир» отвечают два ОМК. Это ОМК «Школа России», и ОМК «Перспектива». Оба такие многокомпонентные. То есть к основному ведру к учебнику тут же подключаются всевозможные учебные пособия в виде рабочих тетрадей, тестов, методических рекомендаций, рабочих тетрадей окружающий мир и, соответственно, рабочая программа. Второй ОМК – это ОМК «Школа России». Всем учителям начальных классов уже давно известны. ОМК, в котором отображены наиболее основные ключевые концепции, которые затрагивают курс окружающего мира. Значит, по физике мы с вами сегодня рассматриваем два ОМК. Они все находятся в федеральной перечне. Это ОМК «Сфера» с седьмого по девятый класс для основной школы автора Виктория Владимировна Беларга и Юрия Анатольевича Нембратца. И ОМК «Артемета» авторства Олега Федоровича Кабардина. Тоже много компонентов. Мы с вами о них уже говорили не раз на вебинарах, поэтому повторяться не будем. Значит, как взаимосвязаны эти учебные люди? Ну, мы с вами, начальник класса, знаем, что окружающий мир по ОМК «Школа России» является универсальным к любому учебнику, к любому ОМК, который будет использоваться в последующем. То есть он дает такие базовые знания. А вот ОМК «Перспектива» основана и разработана таким образом, что она очень хорошо пересекается с ОМК «Сфера», то есть по части «Подхода». Преимущество такой взаимосвязи, конечно, в научности, в наглядности и нацеленности на экспериментальную деятельность. То есть, начиная с начальных классов, в ОМК «Перспектива» у нас отображено очень большое количество экспериментов, которые могут провести дети. А, как мы с вами помним, эксперимент «Опыт» — это один из инструментов, которым пользуется физика. Окружающий мир встает в расписание, начиная с первого класса. И если смотреть именно на физические знания, то распределение по темам примерно таково. Да, отвечаем на вопросы, что у нас над головой. Узнаем, что можно увидеть на небе днем и ночью, научимся изготавливать модели Солнца и созвездий, будем учиться находить на небе большое наблюдение. На что похожа наша планета? Да, мы узнаем, какой формы имеет наша планета и как она движется. Почему Солнце светит днем от везда ночью? Узнаем, что такое Солнце. Научимся изготавливать модели Солнца. Будем учиться находить на небе, как здесь, где льва. Также вопросы, почему Луна бывает разной. Узнаем, что такое Луна. Научимся изготавливать модели Луны. Зачем люди осваивают космос? Интересный вопрос. Да, узнаем, зачем космонавты летают в космос. Для чего нужны искусственные искусники Земли. Еще один вопрос. Почему звенит звонок? Узнаем, как возникает и распространяется звук. Научимся беречь уши. То есть, видите, да, коллеги, уже на уровне первого класса у нас закладываются достаточно такие серьезные астрономические знания по части Солнца, Луны, по части звезд и созвездий. У нас сами есть такой элемент, как астрометрия, когда мы работаем со звездами, со звездным небом. Да, и большинство детей у нас делает такой вид, как будто слышат, чувствую, об этом впервые. На самом деле нет. Первый терпеть был заложен еще в начальной школе. Но вот последний вопрос, почему звенит звонок? Вот он как раз имеет отношение к курсу физики основной школы. Это акустические явления и звук. И как они у нас, где отображаются потом эти знания, находятся в курсе физики. Почему звенит звонок? Тут вводится сразу же понятие звука, распространение звука, естественные искусственные источники звука и как звук распространяется в различных средах. То есть, по ОМК сфере мы с этим вопросом столкнемся только в девятом классе. Но это и логично. Обычно мы с вами звук начинаем после того, как пройдем механические колебания в луне. А по ОМК Архимед звуковая волна и звуковые явления рассматриваются в седьмом классе, как раз в ракурсе понятия звук, его физические характеристики и особенности. Ну, смотрите, у нас обычно на акустические явления отводится не так много часов, а в начальной школе учителя успевают привести даже в практическую работу, такое наблюдение. Вот, посмотрите, на слайде представлена такая практическая работа, называется она «Изучаем возникновение звуков» рабочей стратегии до первого класса. Цель работы – понять, как возникает звук. То есть нужно рассмотреть канцелярскую резинку, прислушать звучит ли она, когда она не натянута, пока до нее не готовилась, потом растягиваем пальцами и щипком тянем. Что мы видим, что мы слышим, что мы ощущаем. Ну, что мы ощущаем – это уже не к нам, вопрос физики – это вопрос других предметов. А вот что вы слышите и что вы видите – это уже наше. То есть уже заранее мы в первом классе, получается, формируем понятие колебания. То есть то, что у нас колеблющееся тело, источник звука может звучать в тот момент, когда у нас с вами происходит колебание. Во втором классе мы рассматриваем разные явления природы и узнаем, как измерить температуру. Для этого помогает практическая работа. Мы знакомимся с термометром и опытным путем понимаем, как работает термометр. Для этого мы опускаем термометр в стакан с теплой водой, смотрим, что происходит со столбиком жидкости в трубке термометра. Потом переносим термометр в стакан с холодной водой. Смотрим, что теперь происходит со столбиком жидкости в трубке. Также можно провести интересным обычным термометром, комнатным. И когда дети знакомятся, как работает термометр, они смотрят и в кабинете температуру, уже зная об этом на базе этого опыта. А к этому можно привязать достаточно много. Мы с вами обычно занимаемся тепловыми явлениями в начале восьмого класса. С термометрами мы с вами тоже работаем. Тут же, посмотрите, то, что у нас поднимается столбик, а поставляется столбик теплового обширения. Чем больше температура, тем больше у нас обширяется жидкость внутри. Значит, есть также практическая работа в УРК, в УНК химии. Исследуется в зависимости от показаний термометра от места и его расположения в комнате. То есть мы объясняем, почему у нас воздух у потолка более теплый, снизу он наоборот более холодный. То есть тоже уже первая основа работы с приборами вкладывается в курсы начальной школы, аж в втором классе. В третьем классе следующий большой такой раздел, интересный, это тела, вещества, частицы. Мы узнаем, что такое тела, что такое вещества, частицы. Учимся классифицировать тела и вещества, выдвигать предположения, гипотезы, и доказывать их, изображать частицы с помощью моделей. Что такое тела? Да, это любой предмет, любое живое существо, существо можно назвать телом. Камень, кусок, сахар, дерево, птица, проволока, это все тела. Перечислить все тела невозможно, их существует вещественное множество. Также мы говорим о том, что Солнце, планета, Луна тоже тела, но их называют не небесными телами. Узнаем, какие бывают тела, да, естественные тела, это тела природы, и искусственные тела, это тела, созданные руками человека. Также знакомимся с веществами, да, что любое тело состоит из веществ. Кусок сахара тела, а сам сахар вещество, алюминиевая проволока тела, алюминиевое вещество. Говорим о том, что различают твердые, жидкие и газообразные вещества. Сахар, алюминий, примеры твердых существ, вода, жидкое вещество. Воздух состоит из нескольких газообразных веществ. В принципе, это все тоже можно показать опытным путем, это интересно и детям в начальной школе, это очень увлекательно. Ну, коллеги, на физике естественного с вами мы начинаем с физики того, что мы будем понять из физического тела вещества и материи. Единственные элементы, которые мы рассматривали в начальной школе, это понятие материи. Но мы сами говорим и о том, что такое физическое тело, что такое, мы сейчас на пример урок посмотрим. Мы сами говорим о том, что такое вещество, и вспомните, у нас каждые первые уроки сопровождаются такими заданиями, где ребенок должен разнести, что является телом, что является веществом, что является явлением. Значит, про состояние вещества в начальной школе у нас тоже начинают говорить, да, то есть твердая жития газообразная. И посмотрите, в принципе, когда говорят о состоянии вещества, только не называют чертой структурой, да, что там вот твердое вещество, это кристаллическая решетка и так далее и тому подобное. Но при этом все основные компоненты, да, то есть сохранение формы объема твердым телом, сохранение объема жидкости, все это уже преподается на этапе начального звена. Значит, если посмотреть плюс ко всему еще и что такое частицы, как мы сейчас увидимся с вами на уроке, то там мы с вами уже можем найти отображение основных мультярно-технических уровней, да, то есть то, что мы с вами называем основными постулатами, основными законами, скажем. В начальной школе мы даем начальные астрономические знания, в этом нам помогает Атлас определить и Пешакова от Земли до неба. Значит, посмотрите, коллеги, как у нас, насколько у нас разнообразен астрономический аспект введения в курс окружающего мира, вот, да, вот, как на уроках это преподается, вот, посмотрите, дети уже начинают работать пусть с примитивным, но звездной картой, как это работает, да, то есть не так, как мы уже, вводя какие-то специфические познания, а просто ориентация по звездной картой, рассматривают созвездия, говорят, как у всей Вселенной. И начинаем мы, да, с раздела мы жителей Вселенной, что мы живем на планете Земля, днем мы видим земную поверхность, небо, солнце, и когда мы дожидаемся ночи, на небе сияет луна, зажигаются тысячи лет. И когда мы, нам становится понятно, что мы не просто жители Земли, мы жители Вселенной. Вселенная или космос, это здесь необъятный мир, частью которого является наша Земля. Мы узнаем, как устроена Вселенная, что она состоит из небесных или космических тел, к ним относятся звезды, планеты, спутники. Узнаем, что такое звезды, да, что это огромные раскаленные небесные тела. Узнаем, что вокруг Солнца обращаются планеты, каждая планета движется по своему пути, по орбите. Планеты – холодные небесные тела, да, одна из планет – Земля. Вокруг, что вокруг Земли движется спутник Луна. Как и Земля – это холодное небесное тело. Сама Луна не светится. Она словно зеркало отражает свет Солнца. Узнаем, что у многих других планет тоже есть спутники, даже некоторые мы рассмотрим, да, и учебники как раз очень хорошо, да, вот у многих, как-то смотри иллюстрации, какой формы Земли имеет Солнце, Земля, да. То есть вот очень интересно, да, но и главное, что доступно детям. Смотри, Калибр, то есть уже дается движение, да, планеты вокруг Солнца, движение планеты спутника вокруг самой планеты. Значит, ну мы с вами с астрономией теперь сталкиваемся в конце девятого класса, да, то есть у нас с вами есть небольшой кусочек строения эволюции Вселенной. Мы, конечно, рассматриваем на более глубокий уровень. То есть, но опять же, опираясь на то, что им уже известно именно о строении Солнечной системы, да, мы можем большее время отделить физические прерывы звезд, посмотреть на спектральные классы, что, как, где, почему, зачем, хотя бы на начальном уровне. Потому что, естественно, мы с вами знаем, что когда мы с вами преподаем астропийский код, там у нас входят уже элементы математики такого уровня, который на уровне основной школы, мы просто не преподадим, в частности, да, понятия логарифта. Ну вот давайте с вами посмотрим, как на уроках реализуется и преподавание астрономии, и преподавание физики, да, то есть основной физической знания. В начальной школе первый вот у нас урок, это вот тела, вещества и частицы, это уровня третьего класса. Цель и задача урок познакомить включающихся с понятием тела и его составом, да, составом веществ. Сказать, что, сделать вывод даже, да, что состоят, что вещества стоят из чистых. Способствовать умению различать разные состояния веществ. Познакомить с отличием смеси чистого вещества. Формировать умение работать с текстом. Аргументированно доказывать свою точку зрения. Кстати, это очень важно. Способствовать развитию памяти, мышления, воображения. Содействовать развитию навыков работы в клубе. Оборудование к этому уроку. Это учебник, рабочая тетрадь, которая очень помогает. Мультимедийный проект, репрезентация. И для опытов сосудов с водой ложечки сахара. Мы говорим о том, и дети делают вывод, да, опытным путем, что тела, это делится на естественные тела и искусственные тела. Дети дают понятие, что такое естественные тела, это тела природы, да, искусственные тела, это тела, созданные руками человека. И вот здесь вот дети, пожалуй, сами должны дать определение, что такое тело, да. Любой предмет, любое живое существо можно назвать телом. И опять же возвращаясь, да, Солнце, планеты, у нас тоже тела, но их называют небесными телами. В курсе физики мы с вами вводим, да, на уровень седьмого класса, да, в самом начале, что такое физическое тело, как, какие тела у нас окружают, да, ну, мы говорим уже, скажем так, уже о полной возможности. Чисто с физической точки зрения. Следующее, что мы вводим, да, это вещества, то есть любое тело состоит из вещества, да. Вещества это то, из чего состоят тела. Все то же самое, что и у нас стоит. Посмотрите, практически один в один, за исключением слов физического, да, мы с вами всегда говорим, что физическое тело, либо просто тело. Но уже это определение появляется аж, верно, в третьем классе. В третьем классе уже дети с этим работают. Опять же, можно показать, да, что вещества бывают твердые, жидкие, газообразные. А есть тела, которые образованы не одним, а несколькими веществами. Ну, возьмем, например, мыльный пузырь. Мыльный пузырь – это тело, а из чего состоит мыльный пузырь, да, вода, мыло. Это вот как раз несколько веществ. Это такое самое простое, объяснение. Частицы. Ну, вот здесь вот немножко, да, детям в начальной шкуре, ну, немножечко, как это частицы, что это такое, да. Поэтому мы даем определение, вещества состоят из мельчайших, невидимых глазом частиц. Да, и здесь мы проводим это. Мы берем стакан с водой и опускаем туда кусочек сахара. Хорошо, если проводить это парно, это может быть парная работа, ну, а лучше, наверное, даже групповая работа. Что происходит с сахаром? Дети наблюдают, что происходит с сахаром. Сахар постепенно становится невидимым. Хорошо, сахар невидим, попробуйте. Сладкий? Сладкий, да, сладкая вода, сладкая. Что в итоге происходит с сахаром? Сахар полностью растворился, да. И вот здесь вот проблемный вопрос, почему сахар растворился, да. То есть дети должны определить, что... Ну, что произошло. Что, да, что произошло и сделать определенный выбор. Ну, Калибин, смотрите, вещество состоит из мельчайших, невидимых глазом частиц. Это первая основная половина в эволюционной кинетической пиологии, что все вещества у нас состоят из частиц. А опыт, который мы с вами проводим, это доказательство, да. То есть, опять же, банальное явление этих людей. Конечно, перемешивается еще и химия, но тем не менее, да. То есть, мы с вами говорим о том, что уже между частицами у нас существуют промежутки. О чем дальше как раз на уроке и рассказывать способ проведения опыта. Ну, мы показываем, да, опять же, на схемах, видится, что в любом веществе все частицы постоянно движутся, мы об этом говорим, и показываем, как располагаются частицы в веществе. Можно какие-то модели сделать, да, вот частицы твердых веществ, да, близко друг к другу. Да, частицы твердых веществ и частицы газообразных веществ. То есть, это мы в таком плане ознакомление, да, и объясняем, что в жидких, в промежутке в твердых веществах маленькие между частицами, да, в жидких больше, в промежутке, а в газах еще больше. Значит, ну, вот закрепляется, коллеги, посмотрите, как изучен материал, очень много, я думаю, что физики сейчас мы с вами увидим, да, знакомое уже задание, ну, вот, например, проверьте утверждение, да, любой предмет, любой живой существ, можно назвать телом, но это, в принципе, универсальное задание для тех. Обратите внимание, вот, на второе задание с правой стороны. Отметьте знаком плюс, соответствующим в столбце, какие из треечисленных веществ относятся к твердым, к жидким, газообразным. Мы с вами делаем то же самое, только для тела, вещества и явления. Да, мы с вами, как бы, не говорим о твердом, жидким, газообразном, мы говорим уже, это когда рассматриваем само вещество, что оно одно и то же может находиться в трех разных состояниях. Ну, вот, начальная школа, вот они вот таким вот образом поступают, тесты, опять же, для закрепления материала. Второй урок, это вот звездное небо. Звездное небо, второй класс, это когда проходится, давайте посмотрим, что преподается. Цель и задача урока сформировать у учащихся первоначальное представление о космосе, о звездном небе, создать условия для умения различать часть разведения, сформировать интерес к астрономии как науке о изучении звезд, способствовать развитию, наблюдать, мыслить, познавать, садистить развитие навыков работы в группе. Что потребуется уроки? Учебник у второго класса, да, рабочая тетрадь, опять же, мультимедийный проектор и презентация. Что мы знаем о звездах? Мы с вами говорили, что в первом классе мы затрагиваем эту тему, поэтому, в принципе, дети уже, ну и вообще современные дети уже прекрасно знают. Такого своего образа актуализации. Конечно. Да, здесь уже более расширено, мы говорим, что, да, вы знаете о звездах, о звездном мире. Мы говорим, что о том, что мир звезд очень разнообразен, да. В безоблачный ясный вечер над нашей головой небо усыпано множеством звезд. Они кажутся маленькими сверкающими точками, потому что находятся очень далеко от земли. В действительности, каждая земля – это огромный, светящийся, раскаленный шар. Также мы знакомим детей с тем, что самые горячие звезды голубого цвета, как бы не хотелось наоборот, да. Другие, менее горячие, красного цвета. Ну, в кальвии, опять же, такой небольшой вставочкой с актуальной кольц. Да, чем выше температура звезды, тем больше ее цвет идет в сторону голубого цвета. Чем менее горячие звезды, тем более она красная. Познакомим с тем, что есть звезды-гиганты, а есть звезды-карлицы. Показываем, опять же, можно на схемах, можно на моделях, можно с помощью проектора показать, да, интерактивного, ну, любой, да, показать. Им важно, детям важно, чтобы они увидели вот эту разницу, да, есть звезда-гигант, и есть звезда-карлиц, да, что значит. понятие, что Солнце-это звезда. Да, естественно, да, так как самая ближайшая звезда к нам, на примере Солнца, можно изучать и другие звезды. Интересная и, ну, немножко сложная, наверное, да, это значками разной величины, на карте показаны звезды, от ярчайшей до незаметной. И каждая звезда имеет свое название. Самые яркие из них – это полярная звезда, вега и другие. Ну, звездную величину, это, как я делаю, первое представление о звездной величине, да, то есть те звездные величины, которые у нас более яркие, да, вот оно начало самое, и чем больше звездная величина, тем меньше звездная величина. С помощью учебника, да, мы рассматриваем такой вопрос, такое созвездие, что созвездие – это группа наиболее ярких, заметных на темном небе звезд. Мы вспоминаем, с какими созвездиями мы познакомились в первом классе. Ну, естественно, мы рассматриваем, да, большую медведицу. Рассматриваем самые такие крупные звезды, да, в созвездии льва, гонщие псы. Вообще детям это сложно, да, вот поэтому вот эти вот картинки, которые, как складывается большая медведица, да, откуда взялся созвездие льва, вот это вот, как он, помогает. Да, ну, конечно. Следующее созвездие, мы читаем про следующее созвездие, и смотрим созвездие Песиопеи, да, смотрим звезды, яркие звезды, самые яркие звезды этого созвездия, и делаем образ, да, Песиопеи и Цепеи. Следующее интересное созвездие, в третьем аббасе учебника нам дается, это созвездие Орион. Дается интересное стихотворение, да, чтобы, ну, интересовать, наверное, чтобы поняли, да. Посмотрите, да, коллеги, посмотрите, наши большие звезды всем известны, постоянно все на слуху, да, то есть если спросить, какие звезды дети знают, помимо полярной звезды и веги, очень часто изучить Батон Близи, да, одна из самых таких вот соседских, грубо говоря, к нам звезд, которые много раз превосходят солнце. И следующее рассматриваем созвездие, это созвездие Лебедь, да, так называемый Северный Крест. Вот здесь им понятнее, откуда образовался Лебедь, да, вот этот вот Крест, который вырисовывает вот это звездами. Превращается в Лебедь. Да, превращается в Лебедь, да, вот. И следующее путешествие по Зодиаку, да, то есть, конечно, большинство детей знает, что 12 знаков Зодиака, они могут их перечислить. И мы стараемся по Атласу, да, найти эти знаки Зодиака. Коллеги, да, несмотря на то, что у нас все-таки с астрономической точки зрения 13 знаков, да, Зодиака у нас через Зодиаку, но, тем не менее, на начальном этапе нужны важные ассоциации, да, то есть, сколько у нас месяцев, столько знаков Зодиака. Потом уже, да, Зодиака добавляется, но для того, чтобы можно было запомнить, используется ассоциация для 12 месяцев. Закрепляется материал, да, с помощью рисунков учебника, с помощью рабочей тетради. Есть задания в тестовых тетрадях, с помощью рисунков учебника, посмотрите, предними точки так, чтобы получили схемы созвездий, вот о том, о чем мы говорили, то есть, нужно им еще, то есть, не вспомнить, естественно, пользуясь учебником, да, чтобы получили созвездия пассиопии, лебедь, орион. Ну, тестовать задания, узнай созвездия по описанию, да, то есть, что с собой представлено. Значит, ну, помимо того, что реализуется это на уроках, можно еще реализовывать основу физических гнаний в начальной школе с помощью проектной и внеурочной деятельности. Но, по сути, у нас внеурочная деятельность, она у нас что включает? Это элективные курсы и всевозможные кружки, это олимпиадные проектно-исследовательские деятельности, это экскурсии, ну, и основы школьных научных сообществ. В последнее десятилетие метод проекта вызывает большое интересное учителей всех школьных дисциплин. Вот проектная деятельность входит у нас в школе в группу дополнительного образования. Часто дети выбирают тему проекта на основе заинтересовавшихся тем из окружающего мира. Ребята представляют эти проекты в группе, иногда это выносится, да, классу показывается, иногда параллельному классу. Кстати, после тем о звездном мире очень много желающих проекта именно про звезды, про планеты и так далее. Также у нас, по крайней мере, в школе осенью проходит индивидуальная научно-практическая конференция, на которой дети защищают свои проекты на выбранные темы. Обычно от класса участвует от двух до пяти человек, да, а весной фестиваль групповых проектов. Ну, вот в этом году, в прошлом году уже, да, во втором классе, мы ходили на экскурсию в планетарий. После тем, после тем, да, на уроке, то есть детей это заинтересовало настолько, что фестиваль, на фестиваль групповых проектов ребята сами выбрали тему планеты, солнечные системы. Да, дети, конечно, привлекаются и родители, там уже сбор информации, общие решения, как представить проект. Обязательно пойдем еще на экскурсию в планетарий, да, справочники и разные статьи. То есть вот работа на уроке дать детям, да, вот это вот основное, а уже заинтересовать и отработать можно на проектной деятельности, экскурсиях и так далее. То есть, коллеги, видите, да, что у нас очень-очень много всего, вначале, что делается. Вот обратите внимание, ну, у нас всех есть среднее, старшее звено, естественно, это касается всероссийской проверочной работы. И если мы с вами посмотрим на ВПР по окружающему миру для четвертого класса, мы с вами можем увидеть, что это пока то, о чем мы с вами сегодня говорили. То есть задание с физической основой. Да, то есть это и работа с телами, веществами, частицами, это и задание на установление соответствия, в каком, какое вещество, в каком состоянии находится. Причем, заметьте, если на уроках в основном у нас идет, да, вот такая терминология, как там вода, еще что-то ничего специфического, это здесь водяной пар, уксус, молокислота и так далее. Да, то есть уже идет на более высоком, таком, более среднем уровне. Значит, ну, по всем, да, вот, все вопросы, в том числе и вопросы международных исследований, да, международного средства, такого средства, как ПИЗА, присутствуют в пособиях с российской проверочной работы. Значит, такие же задания, ну, такого же формата, скажем так, коллеги, у нас находятся в уже известных пособиях «Я сдам ДГЭ» по всем предметам, в частности, по ПИЗИКе, да, «Я сдам ДГЭ», «Я сдам ОГЭ», и в этом году вышла новинка, это 25 лучших вариантов подпосвещения для подготовки к экзамену. То есть, если мы «Я сдам ДГЭ», «Я сдам ОГЭ», берем и отрабатываем первую часть по достаточно уникальной методике, то вот этими вариантами мы подкрепляем и закрепляем. Плюс к чему еще отличительная черта в том, что есть ответы на все задания, задания сложные, то есть второй части, имеют разорвутую структуру. Начальное образование представляет собой, да, серии летних заданий, тренажер младшего школьника, серии очень интересные, «Проверь себя», и есть новинки, да, это музыка, это окружающий мир, четвертый класс, это русский язык. Мы понимаем цель, знаем задачи, предлагаем проверенные решения и новые проекты. Ну, по физике, коллеги, все, как всегда у нас, все так же, как и осталось. Значит, по УМК, те, которые находятся в федеральном перечне для основного звена, это УМК, сфера УМК, иму, пока в рамках учебного пособия, но уже дана положительная оценка экспертов и ожидает вхождение в федеральный перечень, УМК классика, классический курс, да, уже известный нам курс Громова. Для среднего звена это классический курс Мякишева под редакцией Портентьева и Натальи Андреевны и углубленный уровень под редакцией Кинского Кабардинана. Значит, по астрономии, это УМК сфера, которая находится в федеральном перечне и УМК Леветана, который тоже ожидает пока вхождения в этот перечень. Из новинок, коллеги, обратите внимание, серия «Профильная школа для старших классов». Мы с вами на будущих вебинарах об этом поговорим побольше. Значит, со всеми пособиями, со всеми, вы можете ознакомиться в интернет-магазине. Значит, давайте сейчас посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Здесь вопрос вот такой вот от Веры Дмитриевны. Здравствуйте. Сталкивалась с тем, что приходилось переучивать после урока естествознания учеников. Не все учителя компетентны в этих вопросах, у некоторых преобладает бытовое представление и научное, как быть. Переучивать всегда сложнее. Действительно, переучивать сложнее, коллеги. Но тут проблема, вы знаете, в чем, наверное. Дело в том, что мы с вами специалисты все-таки более узкого профиля. У нас с вами в основном только физика и астрономия. Ну, в большинстве своем, так как мы пользуемся очень мощным математическим аппаратом, мы можем с вами еще преподавать математику. А учителя начальных классов это универсалы. Они у нас преподают все, что можно. Они преподают у нас русский язык и математику, и окружающий мир. Они не могут быть специалистами во всех предметах. А если мы посмотрим на то, как это описано в учебнике, да, все-таки в начальных классах это то, что преподается с бытовой точки зрения, а не столько с научной, как нам бы этого хотелось. Само естествознание, такой предмет, он есть в пятом, шестом классе. В некоторых школах он преподавтически ведется. Но после этого действительно приходится переучивать. Почему? Потому что зачастую у нас, к примеру, курс... Вспомните, кто вел курс природоведения? Обычно это были учителя биологии или географии. Да, ну, ред за редким исключением учителя физики. Ну, не может биолог или географ дать физические знания на том, уровне, по которому есть. Поэтому, коллеги, ну, работаем с тем, что приходит, да, то есть приходится переучивать. Естественно, что сложнее, тут уже зависит от уровня детей. Значит, вот комментарий пришел в задание, что правильный вопрос дополнен с фразой, что все вещества взяты при комнатной синтаразе. Да, действительно, потому что, коллеги, мы с вами сталкиваемся всегда на физике с тем, что у нас дети все время забывают, что такое нормальное условие, что такое комнатная синтараза. Да, то есть, какое количество градусов. Есть ли еще вопросы, коллеги? Значит, если вопросов больше нет, спасибо вам огромное за внимание. С наступающим новым учебным годом, через две недели мы снова, да, начнем работу. Значит, 20-го числа для учителей физики еще один вебинар, это межпредметная связь с биологией, то есть, элементы биофизики на уроках физики и биологии. Спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо, до свидания.